в горшках огромные абрикосы двухлетние огромные в смысле для своего возраста то есть самые мощные абрикосы в россии выращиваются мною вот это благодаря подвоем так сейчас покажу так покажу 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 так на этой стороне они меньше а они без этих это без горшков я хочу показать в горшках после продажи что осталось но это еще маленькие это еще маленькие это еще маленькие вот они горшки вот они горшки а вот пошли побольше вот она двухлетка любую вот видели видели горшки видите без обмана то есть технологические дырки в дни горшка вот они вот они вот это этого года которые поменьше эту двухлетки вон они в горшках то есть горшок уже конечно да переросли тут получается так что сказать что спроса нет я бы не сказал но не проданных осталось абрикосов наверно штук 20 яблони штук 20 несколько груш осталось не проданных вот они переросли спору нет ну и потом тоже бывает и все были проданы оставь оставь потом исчезает человек завтра приеду через деле приеду получается вот такая картина в общем посмотрели вы да вот вот это вот мощный сад вот эти вот несколько останется навсегда вон они ведь захватывая идет захват питомника садом поэтому назвал питомника чущей если вот здесь вот мощный дерево растет посмотреть уже три года вот не три года два с половиной вот видите а ведь его вокруг он сколько захватил квадратных метров если растет саженец привитый то уже не растет видите а самые ближние привычки от него уже вот двух метров с этой стороны полтора метра с той стороны вот он уже захватил площадь пройдет немного времени все попробуйте посадить что-нибудь вот они матерятся потому что земли мало он видите яблочко яблочки ладно я уже показывал в прошлом фильме который на второй год плодоносит вот редко но бывает ну в общем полюбовались да попробуйте смотрите как яблонька да сколько места заняла а тут как тут целый ряд был саженцев а теперь попробуйте сюда посадить тень ничего растения будет все пояс ушел почему некоторые горшки пустые выкапывали с горшка потому что это посылку посылку горшке не засунешь серёжа транспортная отказалась горшками принимать саженцы отказалась она у нас единственная правильно то есть транспортная отпадает остаются посылки или своим ходом самый дальний ко мне приезжали с урала к тебе самый дальний кто приезжал аж вы с самолетами с москвы а на своем транспорте дальше урала не было новосибирск томс томс был томс гомска да ну а мансинская бакан черногорка это уж это тоже свои для не тут пешком таким можно доставка у нас красноярск ну красноярск периодически сами приезжают единственный как бы вариант реализации либо на месте вы закрыты корневой системы либо красноярск все то есть красноярск внутри общем у тебя каждый год получается по поэтому по газели ну то есть весной осенью газель 2 газель ясно ну принципе на этом питомнике кончается у меня идея еще раз здесь все было нормально я за эти пределы не вылазил правильно сигареты прячешь я за эти пределы не вылазил не вылазил также и вдруг сумасшедшего абрикоса сказать что здорово насадил столько показать им еще раз это что ты будешь с ними делать надо продавать непривитые ты столько не привешь у тебя штучный товар ты никого не нанимаешь почему у нас трое работает сейчас питомники нет я к чему говорю по времени часть надо продавать непривитые часть я ставлю доращивать но давай хотя бы так кто услышит это фильм это не откажешь по 500 рублей на дворце 350 нет нет точно то есть почему чтобы я не был болтаном потомшка мы звонили сергея он сказал будет привать нет нет смысле если будут заказаны я сомневаюсь почему-то люди у меня не больше десятка брали несмотря на рекламу десяток два то есть все а взяты с патриарха это знаешь что это самое я говорю не тебе о всем ты-то в курсе просто заглядя это самое твои честные глаза подтвердишь дускобилов который знает всю начиная то есть он знает алтай это хакасиус красавский край и дыркутска это его зона он испытатель раз и он наблюдатель и он и этот искал тоже как когда-то в авилове искал ездила столько там зерновая здесь уже так вот он сказал так я объездил всю ну то есть что что я сейчас перечислил это уникальный единственном роде абрикос патриарх вот это прошлом году вот я считал урожай где-то там сейчас тысячи костик под ним лежат где-то под 50 ведер и что получается не собрали но да сколько там зашло там где была спахана там за что я уже снял фильм про это я что хочу сказать что хочу сказать ребята друзья патриарх это уникальное дерево потому что его сыновья даже сладкие попадаются ну и здесь я несколько фотографий а андрея это самого денисенко попрошу вставить я все эти сыновья поперефотографировал вплоть до сладких в общем пойду еще немножко посаду похожу вот все больше не мешая